Теймон Таргариен несомненно сложный персонаж, претерпевший радикальные изменения во втором сезоне Дома Дракона. От человека, которого нянчили крайне открыто, где он казался слабым, уязвимым и проявлял немного раскаяния, в итоге он превратился в предательскую угрозу, готовую сжечь собственного брата, чтобы заявить права на Железный Трон. Он сложный персонаж, много переживший в детстве, и трудно понять, что им движет, кроме гнева и ярости. Поэтому я решил ответить на этот вопрос и попытаться заглянуть в разум Эймона Таргариена, которого мы видели в сериале. Итак, давайте начнем. Вот анализ тревожного ума Эймона Таргариена. Предупреждаю, это видео содержит спойлеры первого и второго сезонов шоу. Одно ясно видно об Эймоне. Он явно страдает от всего, синдром среднего ребенка присутствует, и почти диктует его чувства не только к брату, но и негодование к системе и структуре наследования власти, что мы видели у другого персонажа в шоу, его дяди Дэймона Таргариена. В молодости Эймон показал готовность делать все ради долга, царства и укрепления семейной линии и имени. Он даже был готов жениться на сестре Хеллоне, когда Эйгон назвал ее странной, показывая, что хоть он и младше брата, он лучше понимал, что нужно делать для сохранения власти, которой они обладали. Разница между Эйгоном и Эймоном – их право по рождению. Эйгону было почти все равно. Он вел себя дико, много пил, не учился сражаться, не вникал в тактику ведения войны или даже выучить древний язык, зная, что по праву рождения он унаследует власть и однажды сядет на железный трон. А вот с Эймоном все было иначе. В отличие от двух других его братьев и сестер. Он знал, что Хеллона станет королевой, а его брат – королем. Это оставило пустоту в его жизни и лишило цели. Никто в семье не мог понять его чувств. Он был чужаком, и, думаю, это заставило его искать другие способы проявить себя. Именно это, по-моему, и привело к тому, что он чувствовал себя не таким, как все. Это чувство осталось с ним и во взрослом возрасте, даже во втором сезоне. Поэтому он научился сражаться, овладел валерийским языком, лучше разбирался в военной тактике и был готов попытаться приручить самого большого и могущественного дракона во всем королевстве в столь юном возрасте. Полная противоположность старшему брату. Ему пришлось компенсировать, чтобы его заметили, но даже после этого, думаю, он чувствовал себя в тени. Ведь даже с этими навыками, властью и знаниями все было напрасно. Он не сидел на троне и не мог это проявить. Он был средним ребенком без направления. Во втором сезоне мы увидели, что издевательства брата и Джейсона Визериса из первого сезона достигли предела. В Эрмонде всегда была сила и ярость, особенно когда он теряет самообладание. И я думаю, что поворотный момент для Эрмонда, когда тьма овладела его разумом, был в начале второго сезона, когда Эйгон унизил его, смеясь над братом вместе с другими за то, что его утешала женщина. Это случилось, а затем в ВВ следующей серии он натравил в Хагарна Эйгона, намереваясь убить его, а когда это не удалось, если бы не Кристен Коул, он мог бы закончить дело сам и лишить жизни своего брата. Особенно интересно то, что он не проявил никаких признаков раскаяния за свои действия. Наоборот, он лишь усилил свою решимость. У него была возможность убить Рейнис, но он не стал, отдав приоритет смерти брата, и даже после убийства Лизарис в конце первого сезона он проявил некоторое сожаление позже, что показало явное изменение в мышлении персонажа теперь. С Эйгоном все было личным, он хотел убрать брата со своего пути, чтобы самому определять судьбу и жить так, как считал, что заслуживает. Но главное, за что ему пришлось бороться. Эйгон все еще запугивал и недооценивал Эймонда как в юности. Думаю, Эймонд достиг предела терпения и понял, что пора действовать. Хотя Эймонд рос вдали от Рейниры и ее семьи, в нем всегда было что-то, что показывало его связь с Дэймоном. Он восхищался им и хотел быть похожим, и это очень заметно. У них схожие судьбы. Оба жили в тени старших братьев, наследников Короны, хотя сами жаждали власти. Это ярко показано во втором сезоне, где мы видим, что оба готовы предать тех, кого поддерживали, и их пути словно отражаются друг в друге до самого конца. Эймонд – боец, как и Дэймон, и их характеры схожи. Они действуют, не думая о последствиях. Думаю, что на формирование личности Эймонда повлияло то, что он был связан с Фхагар, сильнейшим драконом во всем Вестеросе. Мы видели, как обладание драконом меняет людей и дает им огромную власть. Это стало очевидно из слов Джейса Рейнере в последнем сезоне. Имея в Хагар, Эймонд мог быть практически бесстрашным. Он не только хорошо сражался, но и имел поддержку дракона. Поэтому, когда Эймонд тихо сидит в углу и просто наблюдает, говоря мягким тоном, ему не нужно ничего доказывать. Он знает, на что способен на самом деле. Однако в конце второго сезона, особенно в восьмом серии, мы увидели его совсем другим. Он воплощал страх и панику, впервые не зная, что делать после восхождения на трон. То, как он силой схватил Хелену, казалось совершенно не в его характере. Это был акт отчаяния, почти как последняя попытка как-то укрепить свои позиции. Интересно было видеть, как ему бросают вызов, и впервые за весь сериал заметить страх в его глазах. С приближением полномасштабной войны и черными, оказавшимися сильнее, чем Эймонд мог предположить, с предавшей его матерью, без союзника в лице сестры Хелены и исчезнувшим Эйгоном, он останется совсем один и вынужден будет справляться со всем происходящим самостоятельно. Думаю, мы увидим больше той стороны Эймонда, которую питают гнев и ярость, ведущие его по пути разрушения. Детство Эймонда, издевательство, потеря глаза и тот факт, что он был средним ребенком без четкого направления или пути в жизни, аут – нечто жизненно важное для формирования его личности. Эйгон должен был унизить его в последний раз, чтобы он вышел из тени, и чтобы тьма и жажда трона, а главное направление в жизни вышли на первый план. Я думаю, истории его и Дэймона очень похожи, вероятно, поэтому Эрман смотрел на дядю иначе. Он был единственным, кто мог понять, что он испытывал, будучи ребенком, жаждущим трона, овладевшим навыками хорошего лидера, но так и не смог сесть на трон и надеть корону. Интересно будет, какой путь выберет сейчас Эрман, ведь он действует скорее по импульсу, чем стратегически, опасаясь потерять то, что только заявил, будет во главе его мыслей. Его больше не лелеют, он неуязвим. Он взял желаемое и стремится удержать то, над чем тайно работал. Вот так. Мы проанализировали тревожный ум Эймона Таргариена. Если хотите больше видео о Доме Дракона, нажмите на карточку в верхнем углу. Продолжение следует...